Я сказал, что виталийте на браво! Браво, БрАво! Браво, БрАво! Браво, БрАво! Браво! Молодец! Я, как говорится, не преследую такой цели самой результативной быть в команде. Просто сегодня пошло, почувствовал. На самом деле, я все зависело, наверное, от первой игры в Казани. Когда мы проигрывали 13, да, за 3-3,5 минуты. И уже думали, что, наверное, соперник ослабился. Я думаю, что вот это и сказалось. Когда переломаешь такой ход игры, ты выигрываешь упаленный матч. Я думаю, что соперник очень тяжелый ослабаться, поверьте. Мне, как уже, человеку болевавшему много. Я думаю, что это их подломало. Чтобы тренер не говорил им, давайте кататься в следующей рейтинге, у них такие положения тяжело забыть. Тем более, потому что на последних секундах ты ходишь или вот там, или вот там и выигрываешь. Я думаю, это на два мила их. И я думаю, что мы опять этим воспользуемся, выгодит все игры. Нижний или Ритас в финале, и как против них играть? Честно, для меня это без разницы, потому что обе команды довольно-таки нелегкие, которые кидают ногу трехешковых, которые могут поймать кураж и начать забивать. И тяжело, как у всех команд, потому что я не знаю, что ожидать. И я думаю, если мы каким-то макаром дадим почувствовать уверенность и свободу, так что будет очень тяжелая серия. Так что надеюсь, что мы подготовимся к той или иной команде с хорошим подходом и сделаем все возможное, чтобы не дать им забить только на трехешковых. А то, что преимущество домашней площадки нет, сильно повлияет, на твой взгляд, на серию? Ну, конечно, это нелегко, это тяжело, и играя против две последние серии, как говорится, без домашних преимуществ, так что, ну, я думаю, такова наш путь, и нельзя, как говорится, поплотать в руки и огорчаться, поэтому просто выходить и играть. Масла? Сечка!